Я не профессиональный музыкант, но я знаю, благодаря своему опыту, как сделать рок-музыку международного класса. Это технология. Самое главное в этой технологии, конечно же, умение сочинять. Это я умею. Я умею сочинять много и разных жанровых вещей. Но я знаю, что для того, чтобы добиться высоких результатов, надо создать условия. Надо создать студию. Надо создать репетиционную базу. Не арендованные вот эти конуры, куда ты пришел, там все перебитое, переломанное тебе дали, оно хрипит. Ты можешь сочинять. Но профессиональное звукоизвлечение и высокая техника. Это удел профессионалов, которые этому посвятили жизнь. И опять ты понимаешь, что технологически нужно сюда привести крутых профи. Музыкантов на все инструменты посади. Ты приведешь дилетантов, которые умеют бренчать, что ты там научился. Ты не создашь музыку. Поэтому это все технологично. И это и есть то создание условий. И поэтому мы начали в 2019 году, 1 сентября. И я прекрасно понимал путь, что это займет лет 5. Если бы стоять в начале этого пути, кажется, как же это долго. Я помню, когда я попал на флот, а впереди 3 года службы, то люди вешались. Они думали, что это никогда не кончится. А когда это проходит, ты оборачиваешься. Промелькнуло как миг. Поэтому понимая это, что у меня впереди где-то лет 5 до выхода на международный класс, то я абсолютно спокойно это делаю. Сочиняю, аранжирую, приглашаю профессиональных музыкантов для записи. А сейчас уже мы подошли к тому, что мы создали собственную студию, собственную репетиционную базу. Даже создали мини-гостиницу для того, чтобы, если пригласим музыкантов из других городов, чтобы они могли здесь жить в комфорте. Здесь создана гостиница, 5 номеров. Комфортабельных, совсем подряд. Все там, и кухни, и туалеты, и ванные души, все там есть. Мы набрали, конечно, московских музыкантов. Повезло нам так. Мы набрали музыкантов профессиональных, которые играли раньше в командах, в том числе и в высшей лиге команды. Поэтому профи сюда пришли. И я понимаю, что я двигаюсь в правильном направлении. Музыка становится все лучше и лучше. И технологически опять-таки дальше. Мы два года работали только в студии. В студии создавали музыку, создавали звук. Это очень важно, звук создать. Качественный. Теперь мы начинаем создавать звук живой. И опять-таки мы делаем технологический шаг за шагом. Мы сделали один стрим-концерт, показали людям, потренировались. Вчера сделали второй стрим-концерт. Опять, это уже лучше. Следующий у нас уже живой концерт в клубе «16 тонн». 6 апреля. Понимая это, что это технология, это создание условий, никто тебе не поможет. И никто тебя ничему не научит. Более того, мне пришлось разобраться в теории рок-музыки. Вы будете смеяться. Вы будете хохотать. В России рок-музыка занимается более 50 лет. А на Западе более 60 лет. Спросите, есть определение рок-музыки в мире? Я вам отвечу. Его нет. До сих пор нет теоретических критериев рок-музыки. Люди называют рок-музыкой что хотят. Ребята, нравится музыка, но это рок. А не нравится говно рок. То есть, ему задаешь, а какие критерии рок-музыки скажи мне, чтобы я отличал рок от не-рока. Да ты что, ты понимаешь, а вот так вот. Как так? Назови критерии, не знают. Более того, меня удивляют вот эти наши критики музыкальные, рок-критики. Ребята, для того, чтобы критиковать что-то, что такое критика? Это нужно знать объект критики досконально. Чтобы критиковать. А если говорить о рок-музыке, нужно знать критерии, а их нету. Теории рок-музыки нет. Ребята, что вы там критикуете? Отсебятину? Нравится, не нравится? Это не критика. Критика, когда ты знаешь объективные критерии, ты говоришь, ребята, вы здесь отклонились от такого-то критерия. Это не отсебятина. И это не субъективная вещь. Нравится тебе или не нравится, абсолютно все равно, нравится тебе или нет. Ты должен сказать, да, мне эта музыка не нравится, но это полностью соответствует критериям стиля. Полностью. Мне не нравится, как они поют, мне и голос не нравится, но это полностью соответствует критериям стиля. А так у нас критика Нравится? Хороший рок Не нравится? Плохой рок Ребята, вы че? Я всегда привожу пример, знаете какой? Я говорю, вы знаете, арбуз очень похож на овощ Но это ягода По критериям своим Это ягода Поэтому рок это никогда гитары рычат Рок можно петь акапельно Отстукивая только доли такта Вообще без инструментов Это будет рок Потому что там своеобразный критерий Вокальной ритмики И если ты поешь не в соответствии с этим критерием Извините, ребята, это не рок-музыка Это может быть прекрасная, красивая, хорошая музыка Но это не рок А мне рассказывают Да вот тут гитары зарычали, это рок Ребята, вы вдоль поете распевно По-народному Как в России поют частушки Это не рок Или они насчитают умцу-умцу Многие в две четверти играют Рок-музыка это четыре удара на такт Это четыре четверти А у нас многие музыканты умца-умца На 7-40 он приедет Рок, вы что, больные? У вас слух есть? Послушайте, как играют родоначальники рок-музыки Как они поют Куда они ставят ударение? Какая разница? Огромная Это критерии стиля Мне пришлось разобраться в теории рок-музыки И сейчас я завершаю книгу Которая так и называется О стилистике в рок-музыке Мне пришлось понять эти критерии И опять мы возвращаемся к тому Что нет ничего практичнее Хорошей теории Когда я в них разобрался И не сочинять стало намного легче Потому что мы опять возвращаемся к тому Что понимание жанра и стиля Предшествует сочинению песни Предшествует А люди думают, что она потом Стиль выстарается Нет, ребята Если ты не понимаешь Стиль свой Как он строится Ты не сделаешь песню в этом стиле Ты не понимаешь Ты просто можешь угадать Да, здесь у тебя хорошая интуиция Хороший слух Ты можешь сделать что-то подобное Но если ты не понимаешь То нет гарантии Что ты сделаешь в своей стилистике Которая тебе нравится Ты выскочишь из нее Вывалишься Я приведу примеры Без обид Я просто говорю людям Ты вывалился из стиля Извини, парень Вот там критерий такой А ты просто не соответствуешь Твоя музыка не соответствует Этому критерию Это не оскорбительно Вот такую критику я признаю Я приведу примеры Известнейших музыкантов Вот они называют себя рок-группой Допустим, да И у них действительно Многие песни рокерские Вот берем группа Стаса Мамина цветы Вот у них есть, допустим, песня Старая рояль О, настоящий рок-н-ролл Класс Просто классика Все критерии выдержаны четко Или у них есть песня Мы вам честно сказать хотим Крок настоящий Бетловский Прям классика Все критерии выдержаны четко И вокальные И инструментальные И тут же у них появляется И тут же у них появляется Звездочка моя ясная Как ты от меня далеко Это не рок-музыка, ребята В роке так не поют Это русское напевное пение В долю Почему так происходило? Да потому что Теории нету рок-музыки Люди не понимают критерии В рок-музыке Считают, что это забава Каких-то там Умников, теоретиков Выискивать критерии стиля какого-то И они по наитии делают И поэтому вываливаются Потому что наитие Оно подводит человека У него есть такая особенность Подводить И второй пример Берем Юрия Антонова Эстрадный певец А у него большинство песен Чистая рок-музыка Вот классика рок-музыки Особенно Которую он исполнял С рок-группой Аракс Вот классика Он поет правильно Он поет так, как поют на Западе Родоначальники рок-музыки Почему они так поют В отличие от нас? Да потому что Это ритмические особенности Языка английского Поэтому они так поют А мы поем по-другому И это особенности Стихосложения английского Там другое стихосложение А у нас такое Разные виды стихосложения У нас и равное количество слогов в строке И равное количество ударений А у них только ударений У них в строке может быть Сколько угодно слогов Они быстрее ускоряются У них главное Равномерно идут удары Люди даже не задумываются над этим Поэтому вы говорите Создать условия Вот я и создавал эти условия Но мне пришлось потратить несколько лет Чтобы разобраться в теории Перечитал все, что только мог Все У нас нет критиков рок-музыки Они отсутствуют У нас есть историки Хорошей рок-музыки Типа Артемия Троицкого Это хороший историк рок-музыки Артем Рондарев хороший Обзор у него хороший Но они не входят В критериальную суть Рок-музыки Они просто описывают В основном исторические вещи И эмоциональное воздействие Той или иной музыки Той или иной стиля Но критериально Они не рассказывают Что это такое